Сегодня у нас короткое видео, можно сказать математическое. В нем обсудим, сколько должны стоить видеокарты и как их рассчитывается реальная стоимость на сегодняшний день. Итак, давайте обсудим сначала, сколько должны стоить видеокарты. Как мы можем с вами видеть, я тут выделил, наверное, самые основные видеокарты, самые покупаемые 1050 Titanium, 1060 на 6 гигабайт, 1080, 2060 Super, 3060. Мы берем только LHR-версии, почему? Потому что не LHR-версии. Достаточно трудно найти в данный момент. 3080 LHR. Спускаемся вниз и давайте рассчитаем их реальную стоимость. То есть, моими, подчеркиваю, моими нехитрыми вычислениями, я вычислил, что цена 1 балла равна 0,133 доллара. То есть, 0,0133. Если я в 10 тысячных ошибся, в комментариях, пожалуйста, поправьте. Повторюсь то, что все подсчеты действительны только не на сейчас, а то есть, если вы будете считать, считайте по своему курсу доллара, по всему вот этой вот фигне. Как мы считаем? Мы 16115 умножаем на 0,0133 доллара, получаем сумму в 214 долларов 33 цента. И смотрим по курсу, то есть, на сегодняшний день. На сегодняшний день данные видеокарты, ну, вот, актуальность, то есть, вот, ну, сопоставимые баллы с видеокарты, то есть, стоит 15532 рубля 50 копеек. Залезть в Авито, посмотрите, я уверен, что сумма будет именно такая. Идем дальше. Видеокарты 1060 на 6 гигабайт. Мы берем ту же самую в долларах сумму 0,0133, умножаем на количество баллов, а это 25151, и получаем 334 доллара 50 центов, что на сегодняшний день, а сегодня у нас 4 октября 2021 года, равно 24241 рублю 22 копейки. Тоже можете проверить, цены на Авито будут плюс-минус, потому что, сами знаете, кто во что гораст, но суть остается одна и та же. Идем дальше, 1080, 1080 у нас 39641 баллов, умножаем, перемножаем, получаем 527 долларов и 23 центов, что на сегодняшний день равна 38208 рублей 36 копеек. 2060 супер у нас, я не буду уже эти цифры говорить, то есть, на тттт, получается 558 долларов 87 центов, что сегодня равно 40501 рубль 31 копейка. 3060 LHR у нас 586 долларов 57 центов, в рублях это 42 508 рублей 73 копейки, и 3080 LHR, повторюсь, почему LHR, потому что, ну, обычных версий, их разбирает, вы их практически не найдете, спасибо за смс. И переходим на 3080 LHR, у нас получается 0,133 мы умножаем на 80585 баллов, итого у нас получается 1071 доллар 78 центов, по-моему, кстати, эта сумма равна рекомендованной цене, если я не ошибаюсь, ну, в комментариях поставьте, от самой NVIDIA. И в рублях это получается 77 671 рубль 90 копеек. Примерно за такую цифру я покупал свою 3080, я ее покупал месяцев 5 назад за 73 тысячи, продал за 150. Ну, теперь сижу без видеокарты, надеюсь, недолго. Погнали дальше, как посчитать цену, то есть, откуда такие цены вообще берутся, почему та или иная видеокарта стоит вот на данный момент вот именно столько, то есть, как бы, должна стоить вот столько, то есть, там, до 3080 должна стоить 77 тысяч. А какого черта она там стоит за облачных цен? Да, давайте посмотрим. Есть очень простое объяснение, то есть, нажимаем вот NiceHash, калькулятор прибыльности, убираем мы здесь электричество, мы ему не считаем, потому что у многих электричество халявное. Можно ставить сразу в рублях, сразу в долларах, в принципе, это не особо важно, но поставим в рублях для удобства подсчета. И смотрим, то есть, мы 10.50 Titanium, смотрим, сколько она зарабатывает у нас в сутки. В сутки 10.50 Titanium зарабатывает 40 рублей 17 копеек. Любой вайнер, любой майнер вам скажет, что окупаемость видеокарты должна быть год. Все, что больше года, уже не камильфо. Поэтому мы 40 рублей 17 копеек мы умножаем на 30. Получаем сумму в месяц. А эту сумму мы умножаем на 12 месяцев. И получаем мы, я уже посчитал, получаем мы, что 10.50 Titanium, по мнению майнеров, сейчас стоит 14461 рубль 20 копеек. Можете все это проверить, пожалуйста. И идем дальше. Идем дальше. У нас тут 10.60 на 6 гигабайт. Она у нас, можете прям со мной считать. Она у нас 115 рублей 85 копеек. Умножаем на 30 и умножаем на 12. Получаем, что 10.60 на 6 гигабайт. Стоит будет 41 706 рублей. Залазите в Авито. Если я вам первый раз говорил, лезть в Авито неправильно, потому что первый раз был актуальный, не актуальный, а цены, которые должны быть. А сейчас у нас цены, которые есть сейчас на рынке. И это вот в любой момент. То есть вы можете залазить. То есть, ага, сколько сейчас стоит видеокарта? Вы можете даже не лезть в магазин. Вы можете просто взять, залезть на хэш, сколько она выдает, умножить, перемножить на год, и вы получите реальную цену. Идем дальше к 10.80. 10.80 у нас получается 178 рублей 66 копеек. Умножаем на 30, умножаем на 12. И получаем 64 317 рублей 60 копеек. Ну, в принципе, такие цены сейчас на рынке есть. 2060 супер у нас дает 205 рублей 66 копеек. И получается, что она у нас стоит 74 рубля, рубля, 1074, 1037 рублей 60 копеек. 3060 LHR у нас дает 191 рублей 19 копеек. И ее стоимость равна 68 828 рублей 40 копеек. И последняя 3080. 3080 у нас выдает LHR. У нас выдает 360 рублей 18 копеек. Умножаем на 30, умножаем на 12. И получаем, что стоимость актуальная 3080 на сегодня и в магазинах, и на бушном рынке. 129,664 рубля 80 копеек. Ну, тоже опять-таки плюс-минус. В зависимости от региона, от всего этого. Вот так смотреть цены. То есть, всегда вы можете, во-первых, актуальную цену вы можете посмотреть по баллам. Повторюсь, что доллар у нас не меняется, в принципе, никогда. Это рубль у нас вверх-вниз. Спасибо нашему правительству. А доллар никогда не меняется. Поэтому, в принципе, 1 балл равен 0,0133, по-моему, десятитысячных, если я не ошибаюсь. Мога, я просто в этих 0,0,0 не силен. Поэтому умножаем-перемножаем. Это реальная стоимость. А насколько она завышена на данный момент, вы можете ее просчитать вот с помощью вот этих вот калькуляторов. Надеюсь, видео было полезным. Подпишитесь на канал. Поставьте лайки. Комментариев побольше. Любых. Огромное вам спасибо. Каждому по 30-80 на Новый год. Удачки всем. Пока.